Победа в Грузинаме будет до состояния иметь Вся Донецкая луга складывается, ведь это должно быть исторически Когда договоры начнутся, я его не понял Когда договоры начнутся в 7-8 дней, как вы думаете, что вы уничтожите границу между вами и Киевом? Слушайте, а когда договоры где-то через неделю, как вы все-таки будете искать компромиссы так много разными словами? Ну, понимаете, что такое слово «переговоры»? Да, консультации, предварительные соглашения, намерения о соглашениях – это одно Мы показали всему миру, что мы на самом деле не террористы Мы готовы общаться, мы слышим, умеем слушать Надеюсь, что слушать будут нас Если нас не будут слушать, ну, никто что в пору войны не зарывал Спасибо Скажите, пожалуйста, что можно про военнопленных? Это будет какой-нибудь большой обмен всех за всех или это будет? Знаете, большой обмен – это физически очень трудно осуществить по одной простой причине Что такая масса людей в одном месте никогда в жизни еще не менялась Поэтому это будет происходить как небольшими руками, там численно 50 человек, наверное, которые спокойно могут меняться Как вы сами знаете, что человек, находясь в плену, очень тяжело их переносят Были случаи, что они даже в автобусы выпрыгивали и не верили, что их освободили Если сразу менять на 300, то будет Причем такую толпу военнопленных удержать от мордовой практически невозможно А сколько пленных у вас сейчас? Ну, мы же постоянно их меняем, правильно? Поэтому, вот, в последнее время, они уже уничтожились по системе Потому что мы стоим на 150 больше Осталось 150? Не-не-не, поменяли У нас же идет обмен Он никогда не прекращался на уровне командиров, на уровне подразделений, на уровне обменчиков, официальных организаций То есть, поэтому А ваших сколько задерживается украинской страны? Ну, я тогда уже говорил, что у наших, не на наших военнопленных, которые находятся в плену 103 человека На сегодняшний момент осталось, по крайней мере, по состоянию, на субботе, на вечер, да Их было право, там, 70 Ну, в обмен военнопленными входят не только военнопленные Гражданские лица, которые задержаны были, там, в Красноармейске, в Вариуполе, в Харькове, в Луганске Ну, то есть, в этот момент, я, честно, даже этих людей не могу себе представить После переговора в Минске, на горячую линию доступил на счет 800 звонков, которые именно гражданские лица Мы меняем гражданские То есть, так бы украине не хотелось, наших военнопленных, у них мало, в отличие от нас А у них очень много гражданских лиц, которые по каким-то причинам задержаны, арестованы, обвинены в терроризме, сепаратизме и так далее, и так далее Мы их тоже меняем А про перемирие, как вы оцениваете? Оно так не очень, как вы соблюдаете? Ну, я скажу откровенно, по соблюдению перемирия, я уже очень тяжело верю в то, что украинская власть может заказаться с семскими подразделениями, что стреляют Вчера был обстрел в Гавдеевке с Мартака, вчера вечером попытка штурма города Донецка со стороны Мариуполя Не прекращающиеся обстрелы пролетарки со стороны Мариуполя То есть, ну, как это можно назвать, я имею Ну, честно, к всему приходит терпение, конец, ну, можно же понять все, нельзя понять, когда ты не стреляешь, а тебя стреляют Причем, гарантии, которые они просили на консультационных встречах, мы оказали, ну, наверное, более, чем достаточно гарантии Мы находились в состоянии наступления, если наступление, и понять, что мы готовы разговаривать, это все-таки большие гарантии В любой момент это нужно просто понять, а так, если так вот они понимают, то... Я не на вас, что не подчиняются группу Рашинка и его подразделения И помимо этих обстрелов, сейчас вы готовы дальше продолжать переговоры? Я так понимаю Ну, знаете, что такое слово переговоры? Ну, вот мы показали, да, какую-то определенную То есть, мы сделали шаг навстречу, шаг навстречу, был произведен нами, первыми То есть, мы ждем теперь ответных шагов со стороны украинской власти, ну, это же не меняет политик того, что мы хотим На нашей земле были наши люди, наши законы и все остальное То есть, никто никуда не вступает, речи не шло о нахождении в составе Украины Там шла речь о прекращении огня, и все законы о том, в основном отложенном статусе Это разумевает под себя только статус всей территории, на которой находится наша власть Мы прекрасно понимаем, что мировое сообщество и международное право не в состоянии это сразу признать Поэтому процесс пошел, но в человеческой жизни намного дороже там каких-то политических амбиций Прекрасно понимаем, что в Украине скоро выборы, Верховную Раду Понимаем, что партия войны в Украине сильнее, чем партия мира И на этой почве очень много украинцев будут одурманены гвозунгами Всех убьем, все заберем Ну, поверьте, пранской армии как такого уже нет Забирать, призывать студентов из Хайковской области Идет массовая перегруппировка войск на границах между Проматорском и Славянском Прекрасно это все знаем Укрепляется в Мариуполе, но тут там переварили Ну, мы все прекрасно понимаем И дальше можно все даже не произносить Ждем просто ответных шагов Скажите, пожалуйста, вы житель Донбасса и каждый год празднуете этот праздник В этом году есть какое-то особое ощущение? Вы знаете, горько, обидно Скажу честно, вот я вспоминаю этот памятник Когда мне было, наверное, лет десять сюда приходил еще с премьерским валстуком на шее Мы поздравляли ветеранов, смотрели на их лица Мы еще не понимали, что такое война И как вот освобождать землю Господин премьер, если вы готовы принять малазийских экспертов, которые приезжают сейчас смотреть в месте где Да мы всегда готовы принять именно малазийских экспертов по одной пустой причине У нас в Малайзии очень хорошие отношения Я понимаю, что это следующая страна, которая признает независимость Донецка на Республике Так как мы отдали именно им ящики, отдали им малазийским экспертам А, пожалуйста, вопрос по поводу, что будет телемост с Киевом? Он сейчас идет А, он сейчас идет, а где? Секрет И что обсуждается именно? Винопленные И мы сейчас, в Тельном Москве, мы собрали дневник введения боевых действий С момента объявления перемирия, по-моему, около 47 раз уже было нарушены украинской стороной эти вещи Мы поставили в их известность И сказали из-за его обращения, что по нашим каналам можете посмотреть Никаких, ну, это не значит, что мы там что-то Мы дали понять, что мы готовы разговаривать Мы сделали шаг навстречу Если нас не понимают, ну, извините, мы не в том состоянии находиться Мы можем продолжать выступление и дальше А таких именно ответных шагов ждет украинская сторона сейчас? Ну, вы знаете, есть такая хорошая славянская пословица Любой мир хуже доброй войны, да? Если Украина воспринимает нас все-таки как На переговорах она была озвучена как спора, но введение переговоров То наши требования должны были считываться Освобождение полностью нашей территории от войск Прекращение полностью АТО, дабы не было продолжения никаких боевых действий И дать нас возможность с ним жить Признание нас как независимого государства На каких условиях мы будем учаться с Украиной На партнерских, добрососедских и так далее, так далее, так далее В каких экономических отношениях мы с ними будем Тоже еще неизвестно Это будет вопрос переговоров Но это основные ключевые фразы этих переговоров Освобождение территории без войны Освобождение всех наших военнопленников И признание нас как равноправных Участников всей политической жизни, экономической жизни Как последняя сударь Можно вас спросить? У меня личный вопрос Я в интернете вчера просмотрела интервью Русланы Когда она приезжала, вы ее возили в город И она написала, что мне сказал Захарченко Что я люблю Украину, я украинец И типа я не против за единую Украину Вот так вот можно было ее понять Вы знаете, я скажу откровенно Я люблю Украину, люблю украинский язык Я люблю украинские песни По паспорту я являюсь этническим украинцем Но я скажу больше, что настоящая Украина Она постирается от Донбасса до Львова А не от Львова до Донбасса Понимаете, что я понимаю? Я понимаю, но я считаю Донбасс это не Украина Поэтому я вам задала такой вопрос Если я живу в Донбассе, я не считаю себя Украиной Донецкая Русь Донбассская, Киевская Но не Украина А как можно не любить страну, которая была изначально Русь? Моя страна Донбасс Я люблю Донбасс Но я и люблю Украину Я даже больше скажу Не только моя страна Донбасс Это наша лучшая Самая святая Вот когда я прочитала это интервью Это меня очень задело Не умруйтесь И она так пишет Вы ей прямо вот Так это самая Певица эта, ложечка эта Которая считает себя пупом земли Она на Майдане больше всех орала Что надо тут уничтожать Я даже буду скажу Она смогла его поднять в Майдан А вы ее принимаете Вы уйдете по городу Отдаете ей пленных солдат Знаете, я Я отвечу на этот вопрос Я повез ее по городу Показать, что сделала Украина с Майданной землей Я даже больше скажу Я вам даже больше скажу Я показал, что мы не террористы Что у нас стреляют У нас разрушенные дома Разрушенные церкви Стоит тут человек Которого во время показа Моих пацанов ранили в шею Мы действительно были под обстрелом Она увидела, что стреляют именно в нас А пишет совсем другое Ну понимаете Я собираю гуманитарную помощь Мы каски Мы брали жилеты Мы им медикаменты Я присылаю Каски, бронежилеты Тепловизоры Мы все примем Нам не хватает ни касок Ни бронежилетов Ни тепловизоров Вы меня успокоили Спасибо вам большое Я присылаю Мы принимаем все Мы уделим вам время Спасибо 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 Спасибо